Грибы-свинушки – съедобные виды, как выглядят, с чем можно перепутать, описание, фото. Дело в том, что практически все рецепты, с участием свинушек, которые имеются сейчас в сети, возникли во время войны, когда наблюдается дефицит продуктов питания. Соответственно, люди ели все, что могло попасться под руки. Описание – многие считают, что грибы-свинушки действительно съедобные. И несмотря на горьковатый привкус, их можно употреблять в пищу. Единственное, перед тем, как употреблять, необходимо их проварить около получаса в воде, для того, чтобы убрать горечь. Но некоторые исследования установили, что грибы-свинушки являются весьма опасными и употреблять их в пищу не стоит, потому что они содержат белок, который может накапливаться в организме и разрушать красные кровяные тельца. А это способствует быстрому сворачиванию крови. Но среди свинушек есть и съедобные разновидности, если они относятся к роду топенела. Выглядят они, как достаточно плотные, большие грибы. Ножка слаборазвитая, она толстая, короткая, шляпка большая, воронковидная. При этом покрас шляпка может быть изогнута к низу. Цвет бурой или коричневатой имеются на внутренней стороне шляпки пластинки. Эта свинушка толстая, латка пенела от ротоментоса и, по мнению гребеньков, является съедобной. В дождливую погоду мякоть сильно набирается влагой и при разрезе вода прямо сочится из нее. Грибы свинушки ложные, разновидности как выглядят, описание, фото. Разновидности. Среди свинушек есть и несъедобные разновидности. Это тонкая свинушка, а также домовой гриб, который сейчас растет в погрибах. Такого рода грибы употреблять пищу нельзя, они ядовиты. Свинушки тонкие, ядовитые, еще называют дуньками, коровьей, губой, свинарям. Свинушка ольховая также относится к несъедобным грибам. Мякоть плотная, цвет белосерый. Мякоть при этом желтоватая или бурая, губчатая. С обратной стороны пластинки менее развиты. Ножка также короткая, встречается в основном в сентябре, характеризуется легким горьковатым вкусом. Как отличить с грибой свинушки ложные от настоящих грибов, похожих на свинушки, сравнение, сходство и различие. Свинушки толстые, грибниками считаются съедобными, сложно с чем-то перепутать, благодаря их крупному размеру окружность грибода. 20 сантиметров и шляпкой с подворачивающимися вовнутрь краями. Форма шляпки также интересная, напоминает вытянутый язык, либо ухо поросенка. У молодого гриба она красивая, бархатистая, коричневая. По мере созревания шляпка становится оливково-бурой, сухой и трескается, приобретает непропорциональную форму. Пластинки нисходящие, частые, разветвляющиеся формы, имеют желтоватый окрас, который становится темного цвета при надавливании. Мякоть этих грибов желтоватая, водянистая, без резкого запаха. Ножка коротенькая, толстая, мясистая, ворсистая и чаще всего располагается непропорционально относительно центра шляпки. Практически нельзя найти сходной с толстой свинушкой ядовитые грибы из-за плотной бархатистой коричневой ножки. Спутать ее не получится ни с одним грибом. Однако неопытные грибники принимают за свинушку съедобные грибы пеострый маховик и польский гриб. Их считают ложными свинушками, но их можно употреблять в пищу. Однако наиболее схож со свинушкой и несъедобный желчный гриб. Съедобный польский гриб произрастает чаще всего в лесах смешанного типа под дубами, каштанами, похвойными деревьями на кислых и песчаных почвах с июля по ноябрь. Отличается от свинушки толстой формой шляпки. Она у него в отличие от свинушки толстой и неворонковидной формы, а ровная во внутренней, заворачивается также крупная в окружности. До 20 сантиметров шоколадного цвета. Ножка у польского гриба тоже плотная, мясистая, однако не коротенькая, может достигать до 14 сантиметров. Съедобный гриб пестрый маховик со шляпкой бурого или коричневого цвета диаметром около 10 сантиметров и ровной и не толстой ножкой до 9 сантиметров. Произрастает с июля по октябрь в лиственных лесах. Шляпка в отличие от толстой сыроежки ровная, иногда с красноватой полоской по краю. Имеет вкусный фруктовый запах, пригоден для консервирования и сушки, варки и жарки. Несъедобный желчный гриб произрастает в хвойных лесах с июля по октябрь, любят песчаные почвы. Шляпка желчного гриба коричневая, в отличие от свинушки, ровная, достигает в диаметре 10 сантиметров. Ножка темно-бурая с рисунком, похожим на сеточку, высотой около 7 сантиметров. В кище не употребляют из-за плохого вкуса. Напоминаем, свинушки съедобными являлись до 1993 года, только те, которые относятся к роду Топенелла. Все остальные разновидности относятся к ядовитым и слабо ядовитым. Их прием пищу неизвестно, как повлияет на работу организма. Поэтому никакие свинушек в пищу не употребляйте. Как отличить тонкую свинушку и толстую? Сравнение, сходство и различие. Тонкая и толстая свинушки отличаются между собой, но дело в том, что толстая свинушка является съедобной лишь только по мнению гребняков. Отличаются они и по диаметру у шляпки. У толстой свинушки она до 20 сантиметров восточной и долгой диаметры, ножка при этом коротенькая, толстая, мясистая, в диаметре составляет 4-5 сантиметров. А вот у тонкой свинушки ножка более тонкая, а шляпка меньше. Обратите внимание, что многие грибники считают и тонкую свинушку съедобным грибом, если проварить ее в течение получаса, то нет никакой опасности. Дальше их нужно обжаривать или засаливать. Но не так давно были проведены исследования, согласно которым свинушка тонкая или дунька, как ее еще называют, это несъедобный гриб. Дело в том, что токсины этого гриба не выводятся, накапливаются в крови, разрушают кровяные красные тельца. То есть постепенно из них выводят гемоглобин, поражаются почки, а также печень. Может возникнуть анемия, желтуха, малокровие. И самое интересное, что во время отваривания такие грибы не избавятся от токсинов. Согласно информации, приведенной в Википедии, с конца 20 века свинушка толстая и тонкая, отнесена к ядовитым грибам. Грибы свинушки съедобные и несъедобные, название – фото. Согласно Википедии, свинушка толстая относится к условно-съедобным грибам. Считается, что предварительное отваривание на протяжении 30 минут может убрать токсины. Далее, можно готовить из нее разнообразные кушания. В иностранных источниках этот гриб относится к несъедобным грибам из-за низких пищевых качеств. Не до конца изучены токсические свойства этого гриба. Считается, что эти грибы с ядом замедленного действия. Фото и название свинушек – где, в каком лесу и когда собирать грибы свинушки. Найти свинушку достаточно просто, потому как начинает она плодоносить в начале июня и часто селится большими группами. Появляется раньше других грибов. Заканчивается период плодоношения в конце октября до первых заморозков. Можно найти в смешанных и хвойных лесах. Обычно они появляются после дождя. Самое огромное количество наблюдается в августе и сентябре. Обязательно чистить свинушки от кожицы и пленки. Если, несмотря на то, что грибы являются условно съедобными, чаще называют с ядом замедленного действия, вы все же решили их собирать. Готовить, засаливать на зиму, советуем предварительно перед тем, как проводить обработку, начать замочить их в холодной воде. За это время отлипнет весь мусор, соломинки, трава, а также почва. Обязательно необходимо снимать с поверхности липкую пленку. Обратите внимание, что во время чистки руки очень сильно пачкаются, долго не вымываются. Советуем перед чисткой надеть перчатки. Как обрабатывать грибы свинушки? Свинушки более устойчивы к червям, нежели другие грибы, возможно из-за ядовитости. Поэтому чистить их просто. Ни в коем случае нельзя откладывать чистку и подготовку грибов. Это тот продукт, который необходимо чистить сразу, через несколько часов после сбора. Инструкция. Для этого вам необходимо срезать грязь и на 30 минут замочить грибы в холодной воде. Далее при помощи ножа. Соскоблите пленку и уберите липкость. Необходимо еще раз замочить грибы на 2 часа в холодной воде. После этого необходимо в течение 30 минут проваривать свинушки. Ни в коем случае нельзя использовать пищу отвар, который получили, потому как именно в нем находятся токсические вещества, которые могут стать причиной осравления. Вылить этот отвар, а грибы брусьте на дуршлаг. И дождитесь, когда стечет вся жидкость еще на 30 минут. Замочите уже проваренные свинушки в холодной воде только после этого. Можете приступать к засолке или дальнейшей термической обработке. Полезны ли грибы и свинушки польза и вред? С конца 20 века свинушка толстая, которая в основном распространена в наших краях, относится к условно ядовитым грибам. После предварительной подготовки значительная часть не только вредных, но и полезных веществ умывается и переходит в воду, в которой замачивается продукт. Пульза стоит отметить, что в свинушках содержится большое количество лицетина. Это специальный белок, который не позволяет скапливаться в организме вредному холестерину и препятствует инсульту, инфаркту. В составе очень много клетчатки, которая стимулирует работу кишечника. Но все же эти грибы являются достаточно спорными. Многие современные ученые считают, что их вообще нельзя употреблять в пищу, потому как в их составе содержится токсическое вещество, которое способно накапливаться в организме, со временем вызвать серьезные нарушения в его работе, а воздействие на организм читайте в статье выше. Вред могут наблюдаться со временем сбои в работе печени и почек, а также кровеносной системы. Обратите внимание, чем старше гриб, тем более вредным он является. Именно в старых грибах накапливаются вредные вещества. Из-за наличия мускарина, свинушка и была причислена к условно ядовитым грибам. Этот яд содержится и в мухоморах. Дело в том, что во время отваривания он не расщепляется, не переходит в воду. Часть его все же остается в грибах, поэтому существует риск отравления. Может ли быть отравление грибами, свинушками? Гриб относится к условно ядовитым и употреблять его в пищу не рекомендуется. Существуют случаи смертельного отравления грибами, свинушками. В основном, такое бывает, если употребляют в пищу не молодые, а старые грибы с огромными шляпками. Многие ученые отмечают, что мускарин, который содержится в мухоморах и свинушках, даже если отваривать грибы в течение трех часов, остается в продукте, может стать причиной серьезного отравления. И после трехчасовой обработки, грибы превращаются в слизь и становятся несъедобными. Поэтому перед употреблением и приготовлением этих грибов в сто раз подумайте. Учеными доказано, что грибы и свинушки накапливают в себе также тяжелые металлы, что впоследствии может стать причиной серьезного токсического отравления, также нарушения в работе многих внутренних органов. Ваше здоровье в ваших руках. Не рискуйте потому, как на прилавках можно найти огромное количество съедобных грибов. Вместо свинушек можно собирать более полезные грибы, такие как лисички и подберезовики.